С 2007 года в нашей стране действует государственная мера поддержки семей с детьми – материнский капитал. Выплаты ежегодно индексируются. Одним из самых популярных способов использования господдержки остается улучшение жилищных условий и оплата ипотеки. Это наша комната девочек. На данный момент у нас здесь две девочки. Старшая у нас учится в Москве и проживает на данный момент в Москве, окончила высшее учебное заведение. Ну и 10-летние, 4-летние обитают в этой комнате. Оксана Остапенко вместе с супругом воспитывает четырех детей. И сейчас у каждого из них есть своя комната. А еще буквально 10 лет назад семья с двумя старшими детьми юлилась в летней кухне площадью 35 квадратных метров. После рождения третьего ребенка стал вопрос о необходимости расширения жилплощади. Материнский капитал и региональная выплата в размере 100 тысяч рублей стали хорошим стартовым капиталом для улучшения жилищных условий. Благодаря этим деньгам мы смогли расширить жилплощадь до 100 квадратных метров. То есть мы не полностью новый дом построили, а сделали реконструкцию, пристроив, что позволяло нам жить и одновременно строиться. Конечно, не скажу, что это было сразу. Полностью этих денег не хватило, но тем не менее это было большое подспорье. И я хочу сказать большое спасибо девочкам, работающим в соцзащите, консультантам, которые все разъяснили доступно. В начале месяца начав собрать документы, в конце месяца мы уже получили эти деньги на карточку, на счет и смогли их использовать для строительства. Все было сделано оперативно. То же самое и с материнским капиталом в пенсионном фоне. У нас не возникло никаких проблем. Так что, если кто-то хочет эти деньги осваивать, не бойтесь, обращайтесь. Все в доступной форме, хорошо объясняйте. В 2022 году сумма материнского капитала при рождении первенца составит более 524 тысяч рублей. При рождении второго ребенка выплатят 693 тысячи рублей, если семья не получала материнский капитал на первого ребенка. И почти 169 тысяч рублей, если его оформляла. Использовать средства можно, как и Оксана Остапенко, на улучшение жилищных условий или приобретение жилья. Также выплату можно потратить на образование детей, получение ежемесячных выплат, если у семьи доход ниже прожиточного минимума, социальную адаптацию детей-инвалидов, либо направить на формирование накопительной части пенсии мамы. Хорошо, что государство поддерживает семьи, и многодетные семьи в том числе. Особенно хочется обратиться к молодым. Это для них большая помощь, это большой старт. Если нет старта, у нас был старт, то есть у нас был земельный участок, хотя бы летняя кухня. А если у молодой семьи нет старта, то это большое подспорье. Первоначальный взнос в ипотеку, сейчас это все доступно. Если бы в наше время это такое было, мы бы были очень рады и воспользовались этим однозначно. Спасибо большое государству, что оказывает такие меры поддержки. Государственная программа финансовой поддержки семей «Материнский капитал» действует до конца 2026 года. Сертификат выдается без заявления. Необходимая информация поступает в пенсионный фонд автоматически из органов ЗАГС. Более подробную информацию о мерах поддержки семей с детьми, а также как использовать средства федерального и регионального материнского капитала, можно получить в Управлении социальной защиты населения и пенсионном фонде. Продолжение следует...